Крымский политолог, за поисками Киевом величия стоит общее явление. Радио Спутник, Крымский политолог, за поисками Киевом величия стоит общее явление 14.45 РИА Новости, Владимир Остапкович, фрагмент национального заповедника Херсонии и Ставрической руины древнего города Херсонис. РИА Новости, Владимир Остапкович украинский посол нашел на своей родине Истоки Европы. В эфире радио «Спутник» политолог, член Общественной палаты Республики Крым Денис Батурин высказал свой взгляд на подобные заявления. 1 марта, 11.05 политолог объяснил, зачем Климкин говорит о праве первородства Украины. Глава МИД Украины заявил, что Россия и Белоруссия произошли от Украины. Политолог Александр Сафов в эфире радио «Спутник» рассказал, почему украинские чиновники углубились в вопросы истории. Украинский посол в Австрии Александр Щерба на своей странице в Facebook написал, что Крым с древних времен был частью Украины, а сама страна стояла у истоков Европы. Возмущение Щерба вызвали слова кандидата в Европарламент Йохана Фогенгубера, который в интервью австрийскому телевидению заявил, что Украина никогда не имела отношения к Крыму. Украина – это единственная часть земной суши, соединенная с полуостровом. Княгиня Ольга, которая принесла христианство в Киевскую Русь, одно из крупнейших государств Европы, в свое время крестилась именно в Крыму. Согласно большинству источников, княгиня крестилась в Константинополе-Рет, написал дипломат. По мнению посла, далеко не случайно это государство называлось именно Киевской Руси, в то время как Москва, по его словам, была простым болотом. Украина, в лице Киевской Руси, стояла у истоков Европы, заявил Щерба. Это не первое подобное высказывание со стороны дипломата. Ранее Щербу возмутило слишком красивое описание Ялты в статье австрийского издания. В частности, дипломат раскритиковал газету за рассказ о туристических объектах города без упоминания украинской позиции по Крыму. В эфире радио «Спутник» политолог, член общественной палаты Республики Крым Денис Батурин высказал свой взгляд на подобные заявления. Комментировать очередные изыскания непрофессиональных историков украинских дипломатов и политиков дело неблагодарное. Есть общее явление, которое просматривается за этим. Это поиск некоего величия и историчности в появлении государства Украина. Но оно появилось, по сути, только в 1991 году, после развала Советского Союза. Исторические изыскания, когда говорят об Украине и Руси, поиск среди предков украинцев Ария, которые якобы распространились по всему миру, это попытки предать величие украинскому государству, написать ту историю, которой не было. К тому же очень часто бывает, что играют роль личные психологические проблемы тех политиков и дипломатов, которые все это излагают, сказал Денис Батурин. 22 февраля, 9.59. Политик о словах Порошенко про Малевича. Такие изыскания уже не веселят. Петр Порошенко назвал Казимира Малевича представителем украинского авангарда. В эфире радио «Спотник». Политик Вадим Колесниченко прокомментировал это заявление, высказав мнение, что украинский лидер преследует несколько задач. Крым вновь стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее число избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. 1 декабря 2017 года. 18.39 политолог. Почему Украина окружена врагами? Причина она сама. Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что страна окружена противниками. Политолог, член об Крыма Денис Батурин в эфире радио «Спотник» прокомментировал заявление экс-президента.